Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире 16-й совет министров правительства Республики Западная Армения. Количество жертв вследствие наводнения в Лори и Тавуши достигло 4-х. Погиб военнослужащий. Почему 28 мая? На административной территории Керанца проведены взрывные работы. Синдром, который мы уже проходили. Первый шаг по восстановлению церкви Субсаркисты Гранакерта. 27 мая 2024 года состоялось очередное заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Говоря о важности армянского языка, президент Республики Западной Армения Лидия Маркусиан обратилась к присутствующим с призывом изучать армянский язык, чтобы проводить заседание исключительно на армянском языке и при необходимости переводить его на другие языки. Лидия Маркусиан представила подробности дипломатической конференции в Женеве с 13 по 24 мая. На конференции приняла участие делегация Республики Западная Армения. Дипломатическая комиссия подписала соглашение касательно защиты и сохранения интеллектуальной собственности, генетических ресурсов и традиционных знаний калерийных народов, положение международного права об интеллектуальной собственности, принятые Всемирные организации интеллектуальной собственности. На заседании Совета правительства Республики Западная Армения Лидия Маркусиан представила подробности конференции. Председатель Национального совета Республики Западной Армения Армян Акабрамян напомнил о предстоящем 2 июня пленарном заседании Национального собрания. Участники заседания обсудили текущие вопросы повестки дня. В следствии наводнения на востоке Армении погибло 4 человека. Тело 76-летнего жителя села Ахтанак Авака Авакяна излечено из реки в селе Паткабан. Спасатели извлекли из реки у села Шнох тело 39-летнего Саребека Баляна. Еще о двух гражданах информации нет. В бассейнах рек Дебет и Акстев по состоянию на 27 мая 2024 года в 8 утра по сравнению с уровнями воды, наблюдавшимися в 8 утра 26 мая на наблюдательном пункте реки Дебет-Айрум, наблюдалось снижение уровня воды. В бассейне реки Акстев на наблюдательном пункте Дележан в 8 часов утра 27 мая уровень воды был снижен на 50 см ниже, чем в 8 часов утра 26 мая. Об этом журналистам сообщили в Министерстве окружающей среды. В 8 утра 27 мая уровень воды на наблюдательном пункте Идживан на реке Акстев был на 35 см выше, чем в 8 утра 26 мая, но ниже, чем в 8 вечера 27 мая. Уровень, наблюдавшийся 26 мая, составлял 30 см. Уровень воды с 8 утра 27 мая 2024 года в бассейне реки Керанс был снижен на 125 см ниже, чем в 8 утра 26 мая. Количество осадков с 25 по 26 мая в Лории и Тавуши выпало от 40 до 54 мм. 27 мая количество осадков составило от 7 мм, то есть на 38-47 мм меньше, чем в предыдущий день. При невыясненных обстоятельствах военнослужащий воинской части Минобороны Арарат Арамович Аруям получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Министерство обороны Восточной Армении. Несмотря на усилия врачей госпиталя, спасти жизнь военнослужащего не удалось. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие. Министерство обороны выражается болезненной и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего. Рождение так называемой первой республики приходится на 28 мая. Полководец Андроник осудил основание республики Армении, назвав ее созданной руками турок. Первая республика составляла всего 11-12 тысяч квадратных километров. Мнения о датах противоречивы. 15 мая 1918 года после падения Александрополя Андроник отступает Джалалокли, Степанован, Далевлори и Дележан. В дни битвы при Харакелисе воинская часть Андроника защищала Дележан от возможного турецкого вторжения. Факт неучастия в битве при Харакелисе вызывает различные комментарии. В частности, упоминаются разногласия Андроника как с Дашнак Тютюн, так и с генералом Назарбекяном. Биографы полководца, пользовавшись большой любовью и уважением народа, затронули этот вопрос. И почти все утверждают, что Андроник выполнил приказ Назарбекяна защищать Дележан. После битвы при Харакелисе и подписания Батумского мирного договора от 4 июня 1918 года отношения между Андроником и властями Армении окончательно разрываются. Зоравар отказывается признать этот договор. 4 июня 1918 года Андроник отправляет телеграмму командиру армянского корпуса Назарбекяну, Национальному совету и Совету обороны с требованием отправить в течение трех дней запасную воинскую часть, после чего уходит. Имея в виду, что вы собственными руками приковали себя вечными цепями плена, я сообщаю, мой солдат больше не может оставаться безоружным бойцом и безмолвным свидетелем того, как коварный противник разрывает священную многострадальную родину. Именно поэтому моя воинская часть выйдет сегодня вечером или завтра утром. Прикажите воинской части, находящейся в Семеновке, переместиться и занять позицию, которую сейчас занимает моя воинская часть. 4 июня 1918 года. 27 мая с 14.00 до 16.00 на административной территории поселка Киранц, община Идживан Тавужской области для строительства обездной дороги проведены взрывные работы. Об этом сообщает аппарат губернатора Тавужской области. В ногу со временем и политическими требованиями мы любим переписывать и менять нашу историю. Меняем факты истории в том русле, в котором на данный момент нам это кажется выгодно. В этом есть важная особенность. Мы любим описывать исторические поражения как моральную победу или как результат предательства, так как сложные описания исторических событий вызывают головную боль. Объяснения всему этому привлекательны и просты. Размыслять не нужно. Все очень просто. Мы создаем героя и злодея-предателя, как в голливудском фильме. Это дает нам возможность игнорировать факт, что возможно изначально мы не могли победить и возможно наши поражения были результатом наших собственных ошибок. Рубрика «Синтром», которую мы уже проходили, 451 год, 1920 год, 2020 год, на телеканале Вестерн Армения ТВ, где мы представим наши национальные конфликты. Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Первый шаг по восстановлению армянской церкви Субсаркиз, которая годами находилась в руинах Тигра-Накерта, планируется на 13 июня. Ремонтные работы начнутся на выделенные государством деньги. Необходимость в дополнительном источнике финансирования все же есть. Об этом сообщает турецкоязычный сайт армянской еженедельной газеты «Аккос». Согласно источнику, церковь Субсаркиз и Субкиракоз расположены в районе Сур-Тигра-Накерта. 6 февраля прошлого года церковь Субсаркиз сильно пострадала от землетрясения. Фонд церкви Субкиракоз Тигра-Накерта долгое время проводил работы по поиску необходимого финансирования для восстановления церкви Субсаркиз. Помимо ремонта церкви планируется построить прилегающие сооружения, такие как залы собраний, выставочные залы. Руководство фонда церкви Субкиракоз во главе с Эргюном Аиком прибыло в Стамбул, представив армянскому патриарху Константинополю Сааку Машаляну информацию о предстоящих работах. Как передает Аккос, для завершения проекта в общей сложности потребуется около 67 миллионов турецких лир, примерно 1860 долларов США. Фонд и армянская община продолжают сбор суммы. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Музыка Музыка Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Музыка Музыка Музыка